Ребят, всем привет! С вами Яна. Подписчица задала вопрос о первых маячках, какие были в моем случае. Что я могу сказать? Первый маячок это было в самом-самом начале, одно из первых свиданий, когда я испытала животный страх. Мне стало так страшно, что я хотела просто встать и выйти. На что я ему сказала, что я боюсь тебя. Я говорю, первый раз у меня такой, я очень удивлена. Он отшутился и перевел тему. Ну и я как-то расслабилась, успокоилась. Что он делал еще? Где-то через год мы поехали с друзьями одной компании гулять. Остановились, припарковались и подходит к машине кошка. У меня аллергия. Я говорю, давай как-то ее уберем. Ну как бы начинаю. И он ее кыш, брыз. Потом подходит девушка его друга. Ой, какая миленькая кошечка. И он тут же меняется. Ой, какая миленькая кошечка. Он ее зеркалит. Он начинает делать все то же самое, что она. Я обалдела, смотрю на него, ничего понять не могу. Минуту назад ты ее отгонял достаточно резко от машины. А тут ты прям, ну просто вот нащелк. Дальше. Что это делал человек? Он зеркалил мою позу. Просто, в прямом смысле слова. Он повторял физически вот все, что я. Я вот так сажусь, и он точно так же садится. Я, допустим, почешу вот так лоб в процессе разговора. И он это делает. Я смотрю на него удивленно. И не могу понять. Когда я ему задала вопрос, я говорю, зачем ты за мной повторяешь? Я не знала тогда, что это зеркало. Я говорю, зачем ты за мной повторяешь? Он мне ничего не сказал. Отшутился тоже, как обычно, съехал с этого. И вот это самые яркие маячки, которые были в самом-самом начале. И еще был тоже, наверное, в первые месяца три такой момент, что он очень быстро пытался со мной сойтись. Ну, то есть он искусственно создавал вот это ощущение. Мы команда, мы пара, нас пригласили, что мы будем готовить на ужин, а что нам заказать. И оно у меня как пластинка постоянно проигрывалось. Я не могу сказать, что у меня там к нему какие-то были чувства в самом начале отношений. Я очень человек такой спокойный всегда. И я еще удивлялась. И девочкам знакомы, говорю, девчонки, говорю, вот так и так. Он использует эту формулировку мы. Ну, на что они мне говорят, Ян, ну, в принципе, вы знакомы с детства. Здесь нет ничего удивительного, что для него нет этой грани. То есть он тебя воспринимает как продолжение какой-то детской истории. Я так нашла логическое объяснение и, в принципе, дальше продолжала с ним общение. Ну, вообще, что я хочу сказать. Большая часть женщин почему не обращает внимания на эти сигналы? Потому что мы никогда с этим не сталкивались. Имея за плечами такой опыт, естественно, сейчас я уже от таких людей держусь подальше. Я не продолжаю с ними коммуникацию. Ребят, кому было полезно, либо у кого были подобного рода ситуации, пишите в комментариях, ставьте пальчики вверх. Благодарю за ваше внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok